Вы смотрите актуальное интервью в студии Сергей Мехедов. Здравствуйте! 13 ноября этого года Якутия отметила день рождения первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева уже без него. Ему исполнилось бы 86 лет. Какие новые решения будут реализованы в памяти о всенародном президенте? Как общественность и государство работают по вековечную имени наследия Михаила Николаева? Об этом мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Юрий Семенов, руководитель библиотеки архива первого президента республики Сахай-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Николаев Центр. Юрий Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос, конечно же, об указе. Расскажите, какие первоочередные решения главы и инициативы народа внесены в ключевой документ по увековечиванию имени первого президента? Да, Айсин Сергеевич 13 ноября, как и обещал, он подписал именно в этот день, это символично, очень значимый указ об увековечивании имени первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Туда вошли, мне кажется, самые главные пункты, которые так и были инициированы именно жителями нашей республики, причем не только нашей республики, но и по всей России. Поступило более 367 различных предложений. Конечно, они дублировались по многому смысле этого слова, и комиссия, которая возглавлялась Семен Сергеевичем, рассматривала каждое из них, потому что это была принципиальная позиция главы нашей республики, посмотреть, хотя мы порой и говорили, что это дублирует, нет именно посмотреть каждую позицию, и на основе этого вышел этот указ, который рассматривался комиссионно, и он очень содержательный, состоит из основных постулатов. Одним из первых пунктов является утверждение почетного знака республики Саха-Якутия во славу и пользу республики, это имени первого президента нашей республики, наверное, это очень значимо, когда жители нашей республики, те люди, которые внесли огромный вклад в развитие нашей республики, будут получать такой большой почетный знак республики, который будет носить имя нашего первого президента республики. Это один из самых, это первый пункт указа главы, это очень значимо, очень важно, за это ратовали большое количество людей нашей республики, наш федеральный университет. Конечно, мы видели указ о переименовании улицы Автодорожная, это одна из больших улиц нашей республики, нашего столицы города, и там очень много фирм, и она развивается, и идет в сторону родного Хангаласского Улуса, это тоже немаловажно для, мне скажем, жителей была нашей республики, по этому направлению было большое количество писем поддержки именно вот переименования данной улицы, это очень важно, я надеюсь, что наши сограждане поддержат, поймут и очень с хорошим пониманием отнесутся к этому делу. Кроме этого, есть те пункты, которые также были инициированы, это без чек, да, в Москве, вы знаете, в 90-е годы, общаясь с большим количеством медицинских работников, понимая, что большие сложные операции делаются в городе Москва, и люди туда едут, и после операции куда им деваться, им снова надо лететь в родную Якутию, а порой в Улусе. И Леон Антонович Бакерия, друг Михаила Фимовича в том числе, светила кардиохирургии, очень часто говорит, после таких сложнейших операций очень важно пройти реабилитацию, и не трястись, и небольшие перепады, давление, когда на самолете летят, а именно в Москве. И Михаил Фимович выбил, доказывая, убеждая центральное правительство Российской Федерации, этот большой санаторий, в знак большого уважения работники, пациенты санатория написали несколько писем с большим количеством подписи, и Осень Сергеевич это удовлетворил, это очень важно. Конечно же, есть пункты, которые в дальнейшем требуют больших работ, и необходимо сказать, что из 367 тех предложений не все попали в указ, просто потому что они уже делаются и уже воплощаются непосредственно руководством республики, непосредственно Осень Сергеевичем, теми соратниками, которые есть. Это тоже необходимо сказать, почему, может быть, кто-то спросит, почему столько предложений, почему они не попали. Например, очень большой проект Михаил Фимович, российская семья, это национальный комитет, он впервые в истории России, но уже будучи в Совете Федерации, естественным председателем, создал большой комитет, и практически более чем в 40 субъектах Российской Федерации до сих пор работают эти комитеты, и у нас в Якутии они есть. Это возрождение тех духовно-нравственных ценностей российской семьи, многодетности, поддержка ими. Это вот та вот была трансформация всех его идей, когда он был президентом, и надо было их транслировать по всей Российской Федерации. Например, вот это большое предложение, оно работает, и наше Министерство труда и социального развития, и несколько попечителей даже, они готовы взяться за это и уже внести. Поэтому это не требует такового, чтобы оформлялось все это через указы главы республики. Поэтому работа идет большая, планомерная, и очень много сподвижников в этом плане необходимо сказать, и общественников, и соратников, и руководства нашей республики. Ну, вы много встречаетесь, да, и соратниками, действительно, да, и с людьми, которые работали с первым президентом, в том числе с руководителями федерального уровня. Вот расскажите об этом, что в первую очередь подчеркивают они, какие качества Михаила Николаева, может быть, и какие предложения поступают. Да, к сожалению, когда ушел Михаил Ифимович, мы получали не просто телеграмм, звонки, но и возможность продолжить то большие дела, которые Михаил Ифимович делал и на федеральном уровне, в том числе нами, Николаев Центром, при поддержке национальной вещательной компании, национальной библиотеки республики. Реализуется проект, как мы, например, берем, в том числе, воспоминания тех соратников, которые работают на федеральном уровне, и общаясь с ними, вот, например, довольно долгий разговор с нашим земляком, это министром здравоохранения, создателем одного из кардиохирургических центров России, Юрием Леонидовичем Шевченко, он в детстве, его прошло здесь, в Якутии, и вы знаете, он с большим восхищением рассказывает о Михаиле Ифимовиче, о его вкладе в развитие здравоохранения не только Якутии, но и России. Юрий Леонидович приезжал сюда, проводил одни из первых операций на открытом сердце, и он говорит, с таким удивлением я смотрел, как, вот, когда я делал операцию, все это время президент республики стоял за моей спиной и наблюдал. Конечно, он как врач, необходимо, сказал Михаил Ифимович, ветеринарный врач, он прекрасно понимал биологию, это слова именно Шевченко, и он наблюдал, как это все делается, и старался, чтобы вот такие сложнейшие операции делались у нас в Якутии, и создавая медицинский центр, вкладываясь в это, делал огромное именно понимание того, что от руководителя региона зависит очень многое, когда сам он физически находится, сам проявляет огромную заинтересованность, и все остальные, в том числе и компании, которые здесь работают, они понимают, что если какая-то спонсорская помощь надо делать, то надо делать это в области здравоохранения, развития детства и так далее. Очень большую связь держит республика до сих пор с министром образования и науки Российской Федерации, Владимир Михайлович Филиппов был такой, это в 99-е по 2005-е годы, довольно долго, и самые такие, скажем, модернизации образования, строительство новых школ, ремонт, автопроекты по оснащению школ современным оборудованием, автобусами, это вот Владимир Михайлович Филиппов именно, он тоже говорит, я в 6 раз прилетал в Якутию, такого федерального визита не было, наверное, в истории никогда, чтобы за такой короткий период, он говорит, это первый год я только прилетал 6 раз, я учился у Якутии, мне надо было понимать, кто что реализует, где работает эффективно, самое главное, доказать надо же было, что не просто хорошая идея, а именно где-то воплощена в жизнь, и она дала результат, и это все я находил в Якутии. Прежде всего, в развитии высшего образования, представьте себе, только за 10 лет президентства Михайловича построено 10 корпусов Якутского государственного университета. Виктор Антонович Садович, так и сказал, в 90-х годах сложнейший период, в России развивались только два университета, Московский университет и Якутский государственный университет имени Максима Кировича Амозова. Корпус факультета, естественно, был сам оснащенным тогда инициативой в области школьного образования, создание первых в России лицеев и гимназий предпрофильного образования. И вот Евгения Исаевна тогда, будучи министром, показывала самые, так скажем, инновационные пути развития, авторские школы, методики, подходы. Этому всему Россия училась, в том числе министр. Это подчеркивает, это большое открытое интервью, которое скоро появится, и все смогут в этом убедиться, мне кажется, это очень важно. Поэтому авторитет Михаила Фимовича на уровне федерации очень важен. И Сергей Миронов, председатель Совета Федерации, тоже подчеркнул, что Михаил Фимович очень большое внимание уделил Совету Федерации, как один из первых членов Совета Федерации, главы регионов, входили в такой состав. И будучи заместителем председателя Совета Федерации, он возглавлял большие делегации Российской Федерации. И заключал, так скажем, соглашения, убеждал различные страны в теснейших взаимоотношениях с Российской Федерацией. Это было очень важно. Вот по какому принципу работает Николаев Центр? Почему это библиотека-архив? Да, это очень важно. Это определил сам Михаил Фимович, потому что именно библиотека – это самая жизнеустойчивая форма социального института в истории человечества и мировой цивилизации. Это важно подчеркнуть. Многие институты, многие различные учреждения, они появляются, умирают и так далее. Библиотека, они всегда были. Вспомните Александрийскую библиотеку, Египетскую библиотеку, Римскую библиотеку. Это вечное понятие, потому что это не просто хранилище знаний, это форма передачи знаний. Каждый раз меняющаяся жизнь, очень это все меняется. Давайте вспомним только один пример, Михаил Фимович это любил повторять. В годы Великой Отечественной войны блокада Ленинграда, только благодаря тому, что там в этих библиотеках книги нашли определенные рецепты печь хлеб, и в том числе как обеспечить санитарию в этих сложнейших условиях, когда люди погибали и так далее, и нашли эту формулу, практически спасли Ленинград. Поэтому библиотеки, знания, книги, это будет вечно. Поэтому никогда не музей, он не говорил, это не музей, музей он более статичен, именно библиотека. Именно гоняясь за знаниями, постоянно стремясь к этому, мы найдем тот ключ к спасительной силе для нашего народа, говорил Михаил Фимович. Он, во-первых, является автором большого количества книг, это более 170 книг, статей, публикаций, различных брошюр. И наша ключевая задача донести эти фундаментальные знания, Михаил Фимович, который выработал на протяжении всей своей жизни, которые были полны различных событий, общений с большими людьми в том числе. И наша задача передать эти знания, сохранить эти знания, приумножить их и в том числе дать новое содержание. Это тоже очень важно. Например, в последние годы Михаил Фимович очень ратовал за десятилетие здоровья, которое Истин Сергеевич объявил в нашей республике. Это очень важно. Это продолжение первой в истории России доктрины здорового образа жизни, которую инициировал Михаил Фимович Николаев. Но необходимо дать новое содержание, новые смыслы, потому что все меняется и развивается. Что ж, Юрий Иванович, впереди много работы. Вы озвучили более 300 пунктов суммарно. Многое из этого нужно будет реализовывать. Желаем, чтобы все получилось. И, конечно же, Якутия всегда помнила своего первого большого лидера, президента Михаила Фимовича Николаева. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова